Друзья, всем привет, доброго вечера. Отключемся сегодня от большой политики и поговорим про делобренное, про уничтоженное российской агрессией жилье украинских граждан. Сегодня принят законопроект 7198, это про компенсации уничтоженного в результате российской агрессии жилья уничтоженного и поврежденного. Законопроект, который год тянули слуги, он уже год практически болтается в Верховной Раде, приняли на годовщину. Ну типа вот нихера не делали и вот приняли наконец-то законопроект, регламентирующий получение компенсации денег, которых нет. То есть деньги на компенсации в этом законе прописаны как что-нибудь существующее только в теории, отсутствующее на практике и непонятно откуда возмущившись. Ну типа там международные гранты, деньги полученные от репатриации, репарации Российской Федерации и другие фонды. Ну то есть ниоткуда. Помимо этого, сам законопроект является, ну как по мне, плевком в лицо тем людям, которые теряют, теряли и будут терять жилье и свое имущество в результате российской агрессии, в результате войны. Плевком, потому что, ну во-первых, это дискриминационный закон. Закон, который устанавливает, что компенсацию за поврежденное, уничтоженное жилье можно получить только начиная с 24 февраля 2022 года. То есть если жилье было повреждено, например, в 15-м году, или в 14-м, или в 16-м, 18-м, ну в любом году до 24 февраля 2022 года, никакой компенсации не будет. То есть люди на территориях, которые были не под контрольной Киеву, на момент начала российского вторжения, мы же так называли это, русско-украинская война, правильно, с 14-го года, они на компенсацию рассчитывать не могут. Закон не конституционный, потому что все равны перед законом и явно будет оспорен в конституционном суде потом. То есть это пустышка. Потому что она дискриминационная. Потому что вот этому да, а этому нет, так не бывает. Или мы признаем, что с 14-го года по 2022 это была не российская украинская война, тогда давайте, соответственно, это заявим. Да, авторы закона должны вытянуть трибуна и сказать, смотрите, друзья, 14-го года 2022 это не российское вторжение, мы вам ничего компенсировать не будем. Это вы между собой там клэшились. А вот с 22-го года это российское вторжение. Но тогда вы понимаете, да, что это будет. Поэтому это не конституционный закон, ничего из себя не представляющий, просто пиар-акция к 24 февраля 2022 года, годовщине российского вторжения. Первый тезис. Второй тезис. Хотя закон пустышка, но я объясню вам, что и внутри он сделан, ну как бы и так на отъебись, будем говорить откровенно. Почему? Потому что, вот смотрите, во-первых, только жилье и комнаты в общежитиях. Ну вот хорошо, пострадал у человека сарай. И мощиство, да. Пострадал у человека машина. Вот мы в проекте «Повернысь до дому», который с помощью меценатов восстанавливали, в котором с помощью меценатов восстанавливали жилье в Киевской области, государство же не чешется, как вы понимаете. Вот куча историй, говорят, новое залезе. Семья, где попал снаряд прямо во двор, две машины, нафиг, два сарая, нафиг, ну и полдома. Дома восстановили, сарай восстановили, курятник даже восстановили. Даже уличную уборную восстановили. Людям уж они этого хотели. У них внутри дома тоже есть туалет, но они хотели еще и уличную. Видимо, так хотелось. Но вот с машины, к сожалению, нет. Но никакой компенсации за потерянные автомобили не существует. За потерянные сараи в законе не существует. Меценаты, волонтеры сами, пожалуйста. Ну так нет. Второе. Вот сама формулировка закона, что, мол, если вам повредили жилье, это значит, мы вам на ремонт дадим деньги. А если уничтожили, на восстановление дадим возможность либо купить новое, либо выделим вам деньги на строительство или покупку квартир, либо ремонт, восстановление того, что вас уничтожили. Ни об экспертизе, ни об оценке речь вообще не идет. Я подавал маленький законопроект, который регламентировал, что основой для последующего обращения гражданина к государству с вопросом о компенсации должна быть экспертиза стоимости восстановления полного, либо частичного поврежденного жилья, имущества. Чего, вы думаете, в результате мы получили? А ничего. Почему? Потому что услуга же своя, какая-то программа. Программа всех наебать. Поэтому, ну смотрите, никакой компенсации не будет, потому что нет экспертизы, нет расчета. Да, можно рассказать о том, что кирпичи стоят одинаково и в Луганской области, и условно в Харьковской, и в Киевской. Да, но стоимость жилья разная. Стоимость повреждений разная. Стоимость материалов тоже разная. Сколько на этом потратить? Сколько на этом заработать? Ну, в общем, смотрите, все разное, и везде нужна экспертиза. Ну, потому что где-то может быть просто повреждена крыша. У нас тоже такие случаи в проекте «Поверность до дому» были. Или повреждены окна, повреждены откосы, да, осколками, банально, выбиты двери. А где-то крыша снесена вместе со стропилами. И вот приходит комиссия, поковырялась нас, что такое комиссия в понимании закона 7198, который принят в Верховной Раде. Это, ну как это работает на практике, я вам объясню. Это некая комиссия по фиксации повреждений жилья, созданная местным органом власти. Что это на практике вот в Украине? Как это выглядит? Это работник ЖЭКа, техничка из школы, при всем уважении к этой профессии. И какой-то чиновник, которому, ну так, знаете, в плане там, ты плохо работал, вот тебе наказание, ходи, значит, записывай бумажку. Это вот бумажка, это один вот такой вот листик, листик, в котором вот написано, значит, окна тут чуть повреждены, дверь, вот ничего там нет. Мы когда делали экспертизу, это вот такой толмуд, 30 страниц, 40 страниц с фотографиями, описанием повреждений, частичные полные, восстановлению подлежит, не подлежит. Это инженерный проект. А это вот листик подписали, Надь, идите. Что на него можно получить? Хер собачий. Вот к этому весь закон и прописан, что получат граждане Украины в качестве компенсации за разрушенное жилье, которое разрушается в продолжающейся войне, хер собачий. Почему? Потому что никто компенсацию платить-то и не собирается. И в этом и смысл всего этого закона. Лапша на уши, которая продолжает навешиваться гражданам о том, что, вот помните, с границами 91-го года. Мы сейчас все тут это, а потом тут это все отстроим. И до сих пор не сделаны ровным счетом ни хер. Вот я, смотрите, я по Киевской области катаюсь, мы занимаемся гуманитарными проектами, социальной помощью, восстановлением жилья. Ни хера государство не делает. Ну, ровным счетом ничего. В Киеве еще как-то чешется. Вот в области ноль. Новости, посмотрите. В Арпене люди готовы уже перекрывать дороги, потому что никто ничего не делает. Те акты обследования повреждений, которые мы видели, я это опять же в проекте Повернесс Додому, пожалуйста, вбейте в Ютубе. Он на ТСН выходит, прям на 1 плюс 1 в интернете, в Ютубе. Посмотрите. Там люди показывают теоретики, но это смешно. И законом это никак не урегулировано. В принципе. И не будет урегулировано. Ну и в принципе, знаете, там история о том, что вы получите цифровой сертификат, а на жилье, которое возможно получите в течение 5 лет после завершения войны, это знаете, что мне напоминает? Если вы постарше, то в советское время была такая штука, называлась государственная целевая облигация на покупку видеомагнитофона. Все, кто ее купил, хуй что получили. Потому что к моменту, когда пришло время погашать облигации, не было ни Советского Союза, ни в принципе необходимости стоять в очереди и покупать облигации в магнитофоне. Ни стоимость этой облигации уже не равна стоимости одной видеокассеты, а не магнитофона. Поэтому давая сегодня, я человек все-таки с финансовым образованием, работающий в финансовой журналистике и работающий сейчас в финансовом комитете Верховной Рады, прекрасно понимаю, в чем наебка. Прекрасно понимаю. Смотрите, в чем смысл. Давая вам сегодня сертификат, который будет возможно реализовать через 5 лет, у меня простой вопрос. Сколько он будет стоить в реальной стоимости в долларах, в евро, в чем хотите, через 5 лет? Сколько стоил доллар 5 лет назад? В 2018 году. 24 гривны за доллар. Сейчас стоит 42. Ну то есть, грубо говоря, ну вот минимум 40% роста. То есть, сертификат, данный вам сегодня, подешевеет на 40% к 2028 году, и вы на него ни хера не построите. Ну или построите третью часть, половинку максимум своей квартиры, которую вы потеряли, а про дом я вообще не говорю. Потому что никто же инженерная коммуникация не оценивает и ничего не оценивает. И главное, главная наебка от слуг народов в законопроекте 7198, в котором вам всем жить, потому что он принят в целом, да, его нужно аннулировать конституционным судом и принимать новый, потому что это фуфло. В чем заключается эта наебка? А в том, что если у вас жилье было не введено в эксплуатацию, ну вот вы не ввели, да, потому что была строительная мафия, и за это требовались бабки, и надо было вводить, и это было сложное, и архитектурный проект, а если нет, то будет платить бабки, а вот из технической области поделить, найди эти деньги. Нет дома, как это, нет денег, нет конфеток, да, вот такая вот история. Поэтому никакого сейчас механизма компенсации поврежденного жилья, который уничтожается каждый день, каждую секунду, не существует. Нас опять пытаются кинуть. И дело чести Верховной Рады, оставшихся депутатам, которые смеют хотя бы хоть что-то говорить, какую-то правду, в этот законопроект сносить и принимать новый. Ну потому что, ну ребят, ну хватит наебывать свой народ. Вы, честно говоря, не буду говорить плохое слово, но вы все понимаете, какое слово я хочу сказать. Все будет Украина, обязательно победим, обязательно все это поборем, отменим, примем новое, ну потому что, ну хватит уже, хватит, достали. Дубинские в Телеграме, Дубинские в Инстаграме, Дубинские в ТикТоке, в Ютубе, в Фейсбуке, в Твиттере. Везде для вас, все для Украины, все для победы, будьте здоровы, все для правды. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok